Привет, друзья! Сегодня я хочу вам показать по-настоящему светящихся рыб, это рыбки Глоуфиш. А с вами Акварий и я, Валерий Ланцов, поплыли. Генно-модифицированные, лоресцентные рыбки, то есть светящиеся, имеют запатентованное название Глоуфиш. От слов Глоу сияющий, фиш рыба. Японская Медака и Дани Урерио были первыми светящимися рыбками. В ДНК которых поместили ген Тихоокеанской Медузы. Проводился научный эксперимент по созданию рыбок, которые должны были стать своего рода индикаторами по загрязнению воды. Но совершенно случайно фото рыбок попало на глаза профессиональным аквариумистам. И они их заказали у этой компании. Да, компания, которая их создала, находится на Тайване. Правда, одного цвета аквариумистам оказалось мало. На что ученые в ответ уже вживели ген морского коралла. И рыбки стали не зелеными, а красными. Когда же добавили и ген Медузы, и ген Коралла, получились желтые рыбки. Так как рыбки из научной сферы переместились в торговую, то и создали бренд Глоуфиш. Далее стали появляться синие, фиолетовые рыбки. Сейчас существуют цвета. Зеленое электричество, огненно-красная звезда, апельсиновый лучик, пурпур галактики и синь космоса. Но и на этом создание рыбок не остановилось. Создали светящихся тернеций. Потом создали светящихся скалярий. Светящаяся особенность – окраска держится всю жизнь. И чем больше она становится, тем сочнее цвет. Окрас передается потомству. Рыбки полноценно светятся, флоресцируют под синим или ультрафиолетовым светом. Хотя и при обычном освещении они прекрасны. Из-за этого даже в Азии появилось целое направление ночных аквариумов. Но кроме своей необычной окраски, они почти ничем не отличаются от обычных форм. Разные питания одинаковы. Ну, может, самочек сложнее отличить от самцов. У них чуть больше брюшка. Да и температура им желательно чуть выше, чем обычным рыбкам. 28-29 градусов. PH 6 до 7,5. Жесткость 10. Помедийные же. Мало чем отличаются от природных форм. Рыбки очень миролюбивые по отношению к другим видам, но могут полакомиться креветками. Ну и нежелательно их помещать с цихлидами, которые обязательно их воспримут за добычу. Едят они как живые корма, мотыль, коретра, дафния, так и сухие. Рыбки очень неприхотливые. Их легко могут содержать и начинающий аквариумист. А на этом все. Спасибо за ваш просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Переходите в группу ВКонтакте. Пока.